Сейчас рассмотрим вопрос, как заменить фильтр салона, который находится вот здесь. Для этого надо до него как-то добраться. На первый взгляд, фиги возьмем как добраться, но надо вот таким способом. Вот на скреплении. Вот раз, два, три. Вот пробочку снимаем. Вот так вот. Четыре. И вот пробочка пятая. Вот она. Пять пробочек. Снимаем пять пробочек. Здесь видите. Звездочка. Откручиваем. Итак, откручиваем все. Уже неудобно откручивать. Кстати, вот эту надо откручивать вот так. Ну и вот эти можно тоже. Заодно вот они. Сверху удобнее. При закрытом капоте имею ввиду. Вот еще одна. Вот так. Вот они все откручены. Теперь поднимаем капот. Вот так вот. Откручиваем вот эти. У меня хорошая отвертка дома. А связь у меня такая, что-то в гараже не очень. Все. Вот мы их вытаскиваем. Удобное место, чтобы нигде не терять. Сюда складываем. Все. Теперь берем вот так. Раз и два. Все. Это сняли. У меня осуществился доступ к... Кожуха фильтра. Теперь берем. С ним откручиваем вот один крепежный винт. Мы откручиваем этот, чтобы он не мешал, потому что вытащить будет неудобно. Так. Так. Теперь берем его и доброшуясь на труда. Вот так. Вот так вот. Все. Вот мы вытащили. Вот он фильтр. Куча грязи. Вот. Угибаем с этой стороны. Вытаскиваем. Вот он. Фильтр. Ну, фильтр вытащили. Потом берете вот мокрую губку. И вот это все добросовестно вытираете. Потому что грязи сейчас здесь очень много. Не. Куда меняли фильтр в салоне? Не нафиг. Никто даже не протер. Запихали и все. Поэтому приходится самому. А сложно здесь ничего нету. Что-то меняет фильтр. В магазине фильтра купили. И все. И без проблем. Меняйте его. Сколько вам влезет. Разбирать. Очень просто. Я вам же показал. Как происходит разборка. Снятие. Так что. Вперед. Ну, сейчас. Дом покажу, как собирается это все. Берем фильтр. Так, все. Вставляем. Воролон вниз. Вот это посадочное место. Вот так вот. Одной рукой неудобно. Снимать и вставлять. Вот так вот. Опа. Вот он зафиксировался. Все. Фильтр стоит на месте. Теперь устанавливаем. Кожух фильтра. Сложно тоже. Ничего в этом нету. Вот так его туда. Заталкиваем. Хотя если посмотреть, то рекомендую, как его снимать. Вот так заталкали. Вот здесь. Вот одно. Вот в этом отверстии. Второе здесь. Ну, все. Сейчас пока. Тоже не получается. И снимать, и закручивать. Ну, вот я закрепил. Крепится в двух точках. Вот одна. Вот вторая. Ну, это уплотнители. Воздух заходит с той стороны. И попадает на фильтр. Раз фильтр уже идет в салон. Теперь необходимо установить вот эту штуковину. Вот она. То есть надо сюда ее поставить. Удобнее всего будет ее ставить при закрытом капоте. Потому что здесь дворники мешают. Поэтому закрываем капот. Так. Закрываем капот. Поднимаем дворник. Но перед этим надо потереть. Во всяком случае. Вот. Вот так вытереть надо. Убрать всю эту грязь. Ну, каждый по-своему. Некоторые разбирают. А потом также грязи и ставят. И свою лень пытаются оправдать выражением на скорость это не влияет. Можно не умываться. Зубы не чистить. Это тоже намного чего не влияет. Ну все. Теперь берем вот так вставляем. Вот раз. Все. Вот она стала. На свое место. Все. Теперь поднимаем снова капот. Так делать не надо. Все. Теперь берем саморезы и прикручиваем. Наживляем. Пока наживляем. вот пять точек. Пять саморезиков. Вот. сложного ничего нету. Ну, просто если не знаешь где это и как это то можно что-нибудь сломать или что-нибудь не так сделать. Все. Теперь берем отверточку. Здесь так прокручиваем. Хотя я уже говорил, что нижняя при открытом капоте. А верхняя можно закручивать и при закрытом капоте. Ну, вот так. Все. Раз. Подтягиваем. Здесь, наверное, что надо подкрутить чуть-чуть. Открутить, потому что почему-то оно не прилегло. Поэтому надо чуть-чуть крутить. Берем промпробки. Пробки стали на свои места. Здесь что-то хреновое стало. Это поправимо. Все. Воздушный фильтр заменен. без участия представителей сервиса. Очень быстро, дешево и сердито. Деньги потрачены только на приобретение самого фильтра. Все остальное как обычно, без каких проблем. Все. Руки, желание можно сделать. Так. Ну, теперь еще я покажу вам, как меняется фильтр. Вот этот. воздушный фильтр двигателя. Сложных здесь ничего нету. Раз же начал ликбез, то продолжим. Следующим элементом для нормальной работы двигателя является воздушный фильтр, который находится вот в такой коробке. Как его заменить? Тоже очень просто. Не надо ездить сервисы. Можно отвертку. У меня вот такая есть. Отвертка для одери называется. Вот уберем. Раз. Два. То есть шуруповерт под быстрее обороты. небольшие обороты. Отвертка есть отвертка. Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Откручиваем четыре болта. Здесь болты нет. Ну винты болты. Вот какие они. Вот такие. Мы подкрутили сюда. Теперь берем и в сторону отводим крышку фильтра. Вот он фильтр стоит воздушный двигатель. Вот так его вытаскиваем. Вот он фильтр. Грязный. Надо менять. Ну еще развею. Я сейчас не меняю, решил посмотреть что он проставляет. Не такой сильно он грязный конечно. Желательно поменять. Ничего страшного. Не очень дорого стоит. Поэтому можно заменить. Вот так. Устанавливать его. Не вот так. А там внизу на черном написано. Гофры фильтрующего элемента располагать вдоль стрелки. Стрелка вот так стоит. Вот она вдоль стрелки. Русски написано и по английски. Поэтому вот гофры вдоль значит если так то и будет поперек а так вдоль вот мы его и вставляем вот так раз вот так работаем вот устанавливаем гофры вдоль все и ставим крышку крышку поставили берем винты наживляем обычно делается крест на крест равномерная затяжка очень просто все обалотно и вот и вот у нас Замена фильтра проведена. Перед этим надо было прочистить все, промыть все. Вот так дешево сердит. Не надо их салону, а то фильтр стоит рублей 200, а работа стоит 500. Хотя сами видите в чем заключается эта работа. Все Фильтр двигателя и фильтр салона поменен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте так, если понравилось нет значит так. Всего доброго, до новых встреч. Следующий фильм я постараюсь снять как провести антикоррозионную обработку автомобиля. Все, удачи!